В Чебоксарах выездное заседание постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по городскому хозяйству провела проверку состояния городских мостов и путепроводов. В число проблемных объектов в первую очередь входит Калининский мост города Чебоксары, который был построен еще в 1964 году. Конечно же, за такой срок эксплуатации, даже несмотря на проведенный в 2014 году ремонт по смене дорожного уплотна, мост на сегодняшний день находится в предаварийном состоянии. Этот мост признан предаварийным. Мы визуально даже видим, что швы нарушены, деформированы, балки тоже дали трещины. Поэтому по данному мосту надо работать, надо составлять проектную смертную документацию. Проектно-сметная документация требуется для того, чтобы включить объект в программы мосты и путепроводы или безопасные качественные автомобильные дороги. Включение в программу в первую очередь требуется для того, чтобы получить средства из федерального бюджета. Только после этого будет возможность совершать демонтажные и ремонтные работы. На путепроводе по проспекту Мира у города Чебоксар также требуется проведение ремонта. Здесь осмотр пока не проводился, экспертного заключения нет. Но визуально мы даже видим, что здесь коррозия идет, бетона, арматура ржавеет, есть деформация. Пешеходный тротуар тоже отходен от полотна дорожного. Поэтому, когда в скорейшем будущем пройдет осмотр, экспертное заключение, наверное, скорее всего, будет, что данный путепровод тоже признает предаварийным. Наша сегодняшняя задача объехать, визуально увидеть все жалобы, все обращения граждан, которые все участники дорожного движения к нам обращаются, в город обращаются, что мосты не на ближайшем образе, что надо делать капитальный ремонт. Но чтобы сделать капитальный ремонт, нам надо сначала пройти проектно-сметную документацию. Проектно-сметную документацию на три моста и два путепровода, плюс один пешеходный мост Лакридский, которым мы будем, нам нужна сумма 65 миллионов рублей. Это на проектно-сметную документацию. Будем надеяться, наша комиссия будет настаивать на том, чтобы при принятии бюджета 2021 года включили определенные суммы именно на проектирование смертной документации. И также будем выходить, я думаю, от имени главы города, будем выходить на республику, чтобы республика также участвовала в софинансировании, также нам помогла городу. Все-таки эти мосты – это артерия города Чебоксары, она связывает районы. Если что-то даже произойдет или прокуратура по предписанию закроет данный какой-то мост, весь город станет. Поэтому надо ремонтировать вовремя. Давно ничего не делалось, сейчас пришло время, надо ремонтировать. Пешеходные мосты не являются исключением и тоже требуют обновлений. На мосту, ведущей к парку Локреевский лес, ранее проводились работы по креплению опоры моста. Но капитального ремонта не было. Какие меры можно предпинить по улучшению состояния моста на данный момент, рассказал Грушин Андрей, заместитель директора управления ЖКХ и благоустройства. Есть два варианта. На самом деле мост находится по визуальным ощущениям в предаварительном состоянии. Сейчас, в данный момент, нужно будет произвести уже осмотр специализированной организации. И на основании этого осмотра, проведенного специализированной организацией, будет уже понятно, что делать. Или капитальный ремонт, или же реконструкцию полную моста. Но состояние его уже предаваренное. Мост уже достаточно старый, 1969 года. Вот сейчас будем проводить обследование и разрабатывать проектно-сметную документацию. Все упирается в финансирование, то есть будем добиваться финансирования на произведение или капитальных ремонтов, или на реконструкцию моста. То есть есть варианты новых конструкций, облегченных алюминиевых. Поэтому все в работе, все на контроле. Следующим проблемным объектом стал путепровод на развязке в районе 30-й автодороги, где началась деформация подпорной стенки. Здесь уже проведен технический отчет, итогом которого стало включение моста в список предаварительных объектов. На разработку проектно-сметной документации необходимо порядка 12 миллионов рублей. Сейчас эти деньги запрашиваются из бюджета города. После уже разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы можно будет уже определиться сумма на ремонтно-строительные работы и дальше уже будем как бы изыскивать финансирование, используя поддержку республиканского федерального бюджета на ремонтные работы данного путепровода. Гагаринский мод в городе Чебоксары также включен в список проблемных объектов. Здесь уже практически решен вопрос с финансированием. Разработка проектно-сметной документации будет стоить порядка 17 миллионов рублей. На объекте на сегодняшний день введены ограничения по скорости до 40 километров в час. В плановом порядке проводится ремонт конусов моста. А также в ближайшее время на комиссии по организации дорожного движения на рассмотрение будет выдвинут вопрос о весовом ограничении в 20 тонн. Мост также находится по заключению специализированной организации в предаварительном состоянии. Это одни из мер, которые рекомендованы организацией, проведшей осмотр этого моста, для того, чтобы снизить нагрузку на этот мост. Последним объектом, который рассмотрен членами постоянной комиссии ЧГСД по городскому хозяйству, стал Октябрьский мост. Он построен в 1985 году и является самым молодым мостом в городе Чебоксары из сегодняшних пяти объектов. И ремонт их работ требует меньше. Здесь также есть уже состояние, так как он самый новый, но не критическое состояние, но близкое уже к предаварительному состоянию. Поэтому также необходимо разработать проектно-смертную документацию, после которой будет определена сумма необходимая на капитальный ремонт данного моста. Из работ, которые были необходимы, здесь в 2018 году подряд на организации был выполнен ремонт конусов данного моста. И в дальнейшем теперь уже нужно будет ждать, разрабатывать проектно-смертную документацию, определиться с суммой, пройти госэкспертизу и уже после определения суммы ремонта, то есть приступать к ремонтным работам. Исходя из визуального осмотра, постоянной комиссией Чебоксары по городскому хозяйству были поставлены следующие задачи. Задачи какие на сегодняшний день? Комиссия по городскому хозяйству полностью будет вести данный вопрос под контролем. Мы сейчас будем обязательно, акцент ставить при формировании и принятии бюджета за 2021 год, обязательно постараемся включить расходы данной на проектно-смертную документацию, бюджет на 2021 год, плановый 2022 год. И также, наверное, все-таки будем ходатайствовать, чтобы глава города перед республикой тоже выносил данный вопрос, чтобы республика тоже участвовала в софинансировании данных проектов. По отраслям, все-таки по данным мостам, которые мы проехали, надо посмотреть именно хозяйскую деятельность, дорого все, конечно же, навести порядок полностью под мостами, вывести мусор, стройматериал какой, что-то по содержанию, если вопросы есть, на зиму, чтобы заходить, чтобы отремонтировать сразу по возможности. По Гагаринскому мосту надо все-таки посмотреть ограничения проезда грузовых транспортов, возможность дать ответ. И по Гагаринскому лесу, по пешеходному переходу и по путепроводу мира надо все-таки быстрее осмотр провести и получить включение экспертов. В отделении бюджета на расходы по проектно-смертной документации и дальнейшего ремонта опасных объектов комиссия на 2021 год планирует также и другие работы, которые помогут обновить и улучшить состояние города Чебоксары. Планируется очень много городом Чебоксары. Это же, конечно, развязка, Фучика и Богдана Хмельницкого, которые планируются, но там надо переселить граждан и какие-то компенсационные выплаты им заплатить. Также планируется третье кольцо, которое уже проекты готовы, и первые этапы, они скоро уже запустятся, свяжут, которые Чебоксары с северо-западным районом. Также в разговорах все-таки идет канатная дорога через реку Волга. Наверное, вот такие глобальные проекты, но город сам не сможет ничего этого сделать без поддержки, конечно, республики и без поддержки федеральных программ. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов, Жизнь столицы.